Главные новости Республики на ТНВ Здравствуйте! Доброе утро! И этот замечательный осенний день встречаем с вами мы, Влад Портнов и Светлана Звонарева. Мы рады вас приветствовать, спешим пожелать вам отличного дня. Обещаем, что сегодня в нашей программе будет много полезной и интересной информации. Вы правильно делаете, что встречаете это утро с нами. День психического здоровья. Что делать, чтобы его сохранить? В стиле простые советы, которые пригодятся всем. Очередной рецепт в кулинарную копилку. Приятного аппетита! Готовим быстро и вкусно! Сегодня 10 октября, Всемирный день психического здоровья. Всемирная организация здравоохранения заявила, что в наши дни на планете существует более 450 миллионов людей, страдающих психическими заболеваниями. И каждый второй в мире человек имеет шанс заболеть психическим расстройством в течение жизни. Самое распространенное психическое заболевание – это депрессия. По прогнозам ВОЗ, через два года она займет первое место среди заболеваний по длительности и нетрудоспособности в году. Причем от депрессии женщины страдают в два раза чаще, чем мужчины. Спокойствие, только спокойствие. Эти слова, как нельзя кстати, подходят к сегодняшней дате. Всемирный день психического здоровья – это праздник напоминания нам о стрессах и заболеваниях нервной системы. А они не такая уж и редкость. Алкоголизм, шизофрения, паранойя, депрессия, нервные срывы. Вначале они выражаются в стрессах, затем перерастают в депрессии, а следом за ними идут и психические заболевания и расстройства. И мы зачастую как раз жертвуем тем, что мы, например, не спим, вовремя не едим, не заботимся о своем теле и не чувствуем вообще себя. И тогда, конечно, стресс накапливается, и любая какая-то малейшая история, которая вот вдруг произошла, ну я не знаю, там, не уступили вам дорогу, там, наступили на ногу, и там, не дай бог вы что-то стрессанули, кто-то на вас накричал, она выводит из себя, да. И у человека начинается такая длительная, затяжная история как раз вот его такого переживания и может вылиться, ну, более сложное уже, потому что депрессия, в принципе, это уже психическое заболевание, которое должно лечиться. В этот день хочется пожелать, чтобы все мы были психически здоровы. Избежать истощения нервной системы нам помогут способы, придуманные в разных странах. Индия дала миру такое древнее и могучее оружие против стресса, как йога, в Бразилии для этого используют танцы, сдержанные жители холодной Финляндии ищут лекарства от стресса в жаркой финской бане-сауне, а швейцарцы снимают его горячим шоколадом. В Китае устраняют напряжение в мышцах с помощью акупунктуры и массажа, а в Испании обязательно ежедневное сиеста после обеденный сон. Мы можем использовать любой из этих методов. Стараться засыпать все-таки не очень поздно, не смотреть на наш телевизор, вставать достаточно рано, делать зарядку, потому что когда мы физически тоже подготовлены, мы более стрессоустойчивы, и стараться наполнять свой день какими-то приятными эмоциями, то есть радовать себя. Можно, например, составить список из 10 пунктов, что меня радует и что меня наполняет, повесить это на холодильник, и каждый день пункт один выполнять, для того чтобы как раз наполнить вот этим позитивным настроением и состоянием. Вот еще несколько советов. Больше улыбайтесь и смейтесь, общайтесь с детьми и хорошими людьми. Мышцы лица от улыбки автоматически кодируют в мозге ответную положительную реакцию. Делайте вид, что вы счастливы. Такая игра позволит вам чувствовать себя лучше. Будьте оптимистами, направляйте усилия на решение своих проблем, научитесь тренировать свои эмоции, благожелательно относиться к людям и гасить конфликтные ситуации. Есть такое понятие, как эмоциональный интеллект. То есть понимать, что я сейчас чувствую. И в момент, когда что-то происходит, ловите это состояние. То есть, допустим, я испытываю волнение. Волнуюсь по поводу чего? Волнуюсь по поводу того, что мне предстоит сделать. Если мне предстоит это сделать через день, почему я волнуюсь сейчас? Почему я трачу на это много времени? То есть знать свой эмоциональный интеллект очень полезно. Во-вторых, есть огромное количество сейчас тренингов. У нас очень много психологов. Не бывает лишним сходить хотя бы один раз в месяц к психологу, пообщаться с ним, все ему высказать, выслушать его рекомендации, ну, скажем так, поныть. Гоним прочь негатив. Во Всемирный день психического здоровья и каждый день, каждую минуту жизни, ясных мыслей и отличного настроения. Улыбки. Улыбки – это важно. Мы с Владом уже начали бороться с депрессией. Улыбаемся. Ну, а еще, кстати, одно хорошее средство от депрессии, особенно осенней, это интересная работа, интересное занятие. И продолжим программу разговором о том, чем интересуется молодое поколение. Так, на днях школьники Казани за завтраком встречались с ведущим и основателем команды «Фо Ю Ивент», объединяющей талантливых людей, которые совершенствуются сами и помогают расти друг другу. Доброе утро, друзья. С вами Гульнар Махмутов. А значит, время делового завтрака. Сегодня мы встречаем утро в Горьким скамбетинском лесу. Гость программы – ведущий ивентер, член Президиума Союза общественных деятелей Республики Татарстан, организатор ежегодных турниров по футбольному фристайлу и брейк-дансу Сергей Гром. Сергей, громкая фамилия или псевдоним? Псевдоним. А «делай то, что имеет смысл». Это твой жизненный девиз, лозунг. А скажи, что для тебя имеет смысл? В каждом отдельно взятом случае это разная история. Если ты учишься, то ты учишься зачем-то. Если ты работаешь, то ты работаешь для чего-то. Если ты приходишь на какое-то мероприятие, как в моем случае, ты выполняешь какую-то роль. Смысл должен быть в каждом действии. Если его нет, то это просто трата времени в никуда. Многие считают, что самая интересная молодежная жизнь проходит в Москве. А в Казани жизнь идет немного спокойнее. Как ты считаешь? А кто так считает? То есть ты среди сверстников считаешь, что будучи молодым, лучше жить в Москве? Нет. Естественное желание любого человека из более мелкого населенного пункта перебираться в более крупный. Это дает определенные возможности, больший круг общения и так далее. Но когда говорят «Москва большая, Казань маленькая», тут можно поспорить. Для человека, если хочешь пользоваться городом полноценно и брать от него что-то интересное, иногда и Казани много. Все зависит от того, насколько ты пользуешься тем, что тебя окружает. В нашем возрасте мы уже планируем свое будущее. Как у тебя совпали твои планы и реальность? И как ты переживал свои перемены? Закончил я Казанский химико-технологический институт. Тогда он еще так назывался, потом стал Казанский национальный исследовательский технологический университет. Закончил менеджмент качества. По специальности я не работаю, но тем не менее это основа любого бизнеса. И я считаю, что эти знания мне пригодились максимально сильно. Чем ты занимаешься сейчас и чем планируешь заниматься? Я занимаюсь брендингом. Брендинг это не рисование логотипов и фирменных стилей. Брендинг это то, о чем мы думаем, когда создаем ту или иную фирму, концепцию. Это смысл ее существования, как она себя ведет, ее механика общения с людьми. То есть я в принципе учусь строить коммуникации. Самое важное, чем я хочу заниматься в перспективе и продолжаю этим заниматься и сейчас, это учить людей через все свои возможные каналы не быть ограниченными, узколобыми. И стараюсь пропагандировать ассоциативное и критическое мышление. Это два инструмента, которые позволяют вам быть нормальными людьми и думать своей головой. Если в голове есть интересный проект, но не знаешь, с чего начать, что ты посоветуешь? Первое, насколько он интересный, стоило бы проанализировать. Первое, это строка любого поисковика, нет ли такого проекта случайно еще. Второе, если вы даже увидели, что он есть, но вы считаете, что вы можете его улучшить или сделать круче, то нужно начинать им заниматься. Если вы чувствуете, что вы умный и скромный, это большая проблема. Вы должны быть умный и нескромный. Если вам кажется, что это не норма быть умным, то я вам скажу честно, это действительно не норма. Умным быть опасно, тяжело и сложно. Но этого не надо бояться, и поэтому, если у вас проект, в который вы верите, начинайте его делать. Но первое, не то, чтобы верить в проект нужно сначала, а верить нужно в себя очень сильно. Наглость, она в хорошем смысле, к сожалению, нужна. Друзья, департамент продовольствия приготовил для нас вкусный и полезный завтрак. Предлагаю подкрепиться перед началом учебного и трудового дня. Всем приятного аппетита! Популярно не всегда значит плохо. Если ты все слишком сильно отрицаешь, сам ты лох ел. И если хочешь как-то добиваться целей, то нужно смелее быть и немного в себя верить. Каждый из вас абсолютно талантлив на сто. Все процентов я хочу сказать о том, что все, что вы делаете, имеет важность лишь потому, что вы сами наполняете это смыслом. Чувствуешь? Короче, я могу так делать, пока не стемнеет, но с раннего утра фристайлить, заставлять Сергея есть идеи гораздо получше, чем, например, нажать на стоп «С вами был дядюшка Гром» и импровизационный хип-хоп. Ииии. Наш новый завтрак подошел к концу. Сергей, спасибо большое, что уделил нам время. Спасибо вам. Желаем нашим старшеклассникам отличных оценок, от телезрителям хорошего дня. Это было хорошо, это было хорошо. Бодрое начало дня, скажем так. Бодрое, да, 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 особенно для Сергея. Представляешь, с утра пораньше, как это все нужно было собрать. И попел, и поел. Но у нас не фристайл, у нас есть четкий конкретный план, что нас ждет после небольшой рекламы. Поговорим про готовку, про здоровье, разыграем подарки, ну и, конечно же, гороскоп. Оставайтесь на ТНВ. Доброе утро, и эту часть программы начнем с традиционного гороскопа. Овны, сегодня согласие и порядок зависят только от вас. Если люди начнут спорить, ведите переговоры, остудите их эмоции. Так различные споры удастся разрешить, ваше мнение победит, и вы сами будете на высоте. Тельцу нежелательно рисковать деньгами, ведь так можно растерять все накопленное. Поездка принесет массу впечатлений, причем романтического характера. Одинокие еще раз убедятся, что любовь существует. Близнецам гороскоп советует укреплять авторитет в кругу коллег, а в любви все так превосходно, что нет никакой речи о ссорах и размолвках. Наоборот, вы с избранником, как два голубка, паркующих на крыше. Раку следует сделать все возможное, чтобы сохранить накопленные деньги. Если пойдете на поводу у соблазна, то сами пожалеете. Исключите дорогие покупки, кредиты и займы у друзей. У Льва сегодня не будет отбоя от поклонников, но вы как нарочно углубитесь в воспоминания о прошлом увлечении. Что ж, если вы сознательно отказываетесь от легкой романтической привязанности, то лишаете себя удовольствия. Сегодня деве придется решать многочисленные проблемы, связанные с родственниками. Вечер подходит для учебы, новой информации и культурного отдыха. Культурного отдыха. Продолжаем. Дышите глубже, вы взволнованы, советовала своим друзьям небезызвестный Остап Бендер. Дыхание – это первое, что мы делаем, как только появляемся на свет. Это важнейший процесс, обеспечивающий ткани питательным кислородом. Это то, без чего наше существование попросту невозможно. Но что, если мы скажем вам, что большинство людей дышит неправильно? Не верите? Смотрите наш следующий сюжет. Часто мы совершенно не обращаем внимания на вполне обычные и привычные вещи, например, на наше дыхание. Может быть, вы замечали, что при дыхании носом одна ноздря постоянно забита или дышит гораздо хуже другой, а потом они меняются местами. Если быть точнее, дыхание через ноздри происходит попеременно каждые два часа. За это отвечает наша нервная система, которая стимулирует разбухание пещеристого тела в ноздре, блокируя наш дыхательный канал. При насморке обычно забивается одна ноздря, а вторая активно насыщает кислородом нашу кровь. При очень обильном сильном насморке может быть забита оба канала. Именно дыхание носом наиболее физиологично и правильно. Дышать ртом так же неестественно, как принимать пищу через нос. Кроме того, воздух, проходящий через носовые ходы, очищается от пыли, прогревается до температуры тела. Значит, человек меньше подвержен различным инфекциям и простудам. Поверхностное частое дыхание блокирует сжигание жиров и часто изнашивает сердце. Дыхание ртом снижает жизненную емкость легких и снижает газообмен в организме. Даже если при этом вы будете дышать правильно брюшным дыханием. Например, физиологи йоги рекомендуют дышать медленнее и реже. Более эффективный кислородный амин происходит в нижней части легких. Чтобы сюда воздух попал, нужно диафрагмальное дыхание. Диафрагмальное, то есть это брюшную полость. Проще говоря, дышите животом. Проверка проста. Необходимо положить одну ладонь на живот, а вторую на грудь. Начинаем принудительно вдыхать животом. Рука на животе обязательно должна подниматься. И как только рука на груди тоже поднимется, прекращаем вдох. Помните, неправильное дыхание может привести к нарушению венозного кровотока, к проблемам в работе желудочно-кишечного тракта и некоторым другим болезням. Но если начать дышать правильно, эти болезни постепенно могут уйти сами собой. Ну а теперь, женщины, вдохните глубже, потому что следующая информация, возможно, неожиданная именно для вас. Ученые установили, что примерно 8 лет своей жизни среднестатистической женщины проводят на кухне за приготовлением еды, то есть 52 минуты ежедневно. Мне вот интересно, что в это время делают мужчины 8 лет? Не знаю. Работают, потелица стараются. Телевизор смотрят. Да, мамонта забивают. Мамонта забивают. Но интересно еще и другое. Ученые подсчитали, что в ходе приготовления еды большая часть времени уходит на разговоры с друзьями, близкими, подругами. Как дела? Привет. У меня картошка подгорела. Около 50 минут уходит на то, чтобы убрать со стола и вымыть посуду, и полчаса тратится на то, чтобы упаковать ланч для членов семьи, и еще 25 минут, чтобы прибрать всю кухню. Подборка следующих лайфхаков для кухни поможет вам сократить это время и потратить его все-таки на себя любимых. На кухне всегда необходимо столько всего чистить, мыть, протирать и готовить, что без полезных советов от идей для жизни вам никак не обойтись. Итак, делимся с вами простыми лайфхаками для безболезненного времяпрепровождения на кухне. Для того, чтобы сохранить хлеб свежим в течение длительного времени, в хлебницу рядом с ним положите кусочек картофеля, яблоко или немного соли. Полностью нейтрализовать неприятный запах, который так часто остается на кухне после жарки мяса или котлет, поможет уксус. Подогрейте на сковороде 2 столовых ложки уксуса до полного испарения. А чтобы наполнить дом цитрусовым ароматом, не стоит тратиться на освежители воздуха. Достаточно просто проварить в кастрюльке на небольшом огне лимонные корки. Жирный налет и пригоревшая грязь на стенках и дверце духовки удаляются без труда, если на ночь обработать ее нашатырным спиртом. На утро протрите загрязненные места чистой влажной губкой, и вы удивитесь, как легко и быстро духовка засияет чистотой. Если в вашем термосе появился неприятный затхлый запах, справиться с этой неприятностью можно в два счета. Засыпьте в термос 2 столовых ложки риса и залейте стаканом воды. Через несколько часов удалите рис и промойте термос. Рис без остатков впитает в себя весь неприятный запах и надолго удалит его. Ни для кого не секрет, что майонез – это крайне вредный для здоровья продукт. Однако домашний майонез вполне себе безобиден и еще более вкусен. Для его приготовления смешайте небольшую баночку сметаны с двумя чайными ложками горчицы и одним желтком сваренного вкрутую яйца. Из-за жесткой водопроводной воды на стеклянной посуде зачастую образуется белый налет, который не удаляется обычным моющим средством. Избавиться от него поможет 70-ти процентная уксусная эссенция. Разбавлять эссенцию следует в соотношении 2 столовых ложки на полстакана воды. Залейте раствор в посуду, имеющую налет. Оставьте на 5 минут, затем тщательно промойте. Перед тем, как натереть сыр, оставляющий после себя трудно удаляемый жирный налет, смажьте терку небольшим количеством масла. Впоследствии вам будет намного проще отмыть сырный налет. Ну, все это происходит на кухне. Кухня у нас традиционно ассоциируется, конечно же, с едой. И вот как вы думаете, где четырехразовое питание в день обходится в 18-20 тысяч рублей? В день? У тебя? Пригласи меня тоже как-нибудь на обед. Хорошо. Так вот, нет, оказывается, на самом деле, в космосе именно столько стоит еда, которую ест космонавт на Международно-космической станции. И дело не только в стоимости самих продуктов и их изготовления, а сколько в высокой цене на доставку груза в космос. Да, это не очень выгодная доставка, да? Не по городу, так скажем. Об этом мы заговорили не зря. Сегодня завершающий день конкурса, если наступит завтрак. И вопрос будет, собственно, о космической еде. Как вы думаете, какой продукт в обязательном порядке едят космонавты по утрам, ну, кроме каши? Да. Ну, и интересно, что этот продукт настолько популярен, что иностранные космонавты буквально в очередь становятся за ним. В их меню этот продукт на завтрак не входит нашим космонавтам. Повезло больше. Да, нашим космонавтам повезло. Вопрос сложный, но и приз сегодня тоже достанется замечательный. Внимание на экран. Сковородка. Турка. Это вам точно пригодится, но и будет добрая память о том, что вы разбираетесь в космонавтике. 570-50-75. Наш телефон прямого эфира. 570-50-75. Пока расскажем про другое блюдо, которое почему-то традиционно считается русским. Мясные котлеты с картофелем в качестве гарнира. Для приготовления этого блюда возьмите 600 граммов мясного фарша, 1 луковицу, 100-150 граммов мякиша белого хлеба, 1 яйцо, 150 граммов муки, 150 миллилитров молока, 2-3 столовые ложки растительного масла, соль и перец по вкусу. Желток отделите от белка, мякиш залейте молоком. Обжарьте лук до готовности на растительном масле. Добавьте в фарш, отжатый от молока мякиш и лук. Слегка взбейте белок и влейте в фарш. Все тщательно перемешайте. Приправьте солью и специями и снова перемешайте. Из готового фарша сформируйте котлетки. Обваляйте их мукой, излишки которой стряхните. Обжарьте котлетки на раскаленной сковороде с обеих сторон до образования румяной корочки. Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте в нее котлетки на 20 минут до полного приготовления. Теперь можно приступать к приготовлению картофеля. Вам понадобится 8-10 картофелин среднего размера, 50 граммов сливочного масла, а также соль и перец по вкусу. Очищенный картофель тщательно промойте, обсушите. Придайте каждому клубню форму бочонка, так, чтобы они получились примерно одинакового размера. Отварите картофель в подсоленной воде до готовности. Слейте воду и дайте ему обсохнуть. Раскалите на сковороде сливочное масло с добавлением растительного. Обжарьте картофель до золотистой корочки, приправьте специями. Гарнир к ароматным котлеткам готов. Приятного аппетита! Ну, вряд ли этим, конечно, кормят космонавтов. Да, все бы хорошо, но космонавты-то лишены такого удовольствия готовить вот такую красивую и вкусную еду. Зато у них есть другие замечательные штуки. У наших космонавтов. Да, у наших космонавтов. Итак, ответ на вопрос сейчас, надеемся, что он будет правильный. Доброе утро, как вас зовут? Алло. Доброе утро, Аида. Ага, Аида. Мы надеемся, вы успели позвонить знакомому космонавту. Да, да, да. И узнать, чего же им такое дают на завтрак, того, чего нет у иностранных космонавтов. Нет таких наличек, к сожалению. Зато у вас есть идеи, да. На ваши догадки, да, надеяться. Может, борщ? Борщ. Борщ на завтрак. Отлично, но неправильно. Нет, я могу, конечно, и борщ на завтрак. Нет, 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 не борщ, не борщ. Это традиционный, все-таки, это традиционный, так сказать, продукт для завтрака. Еще, еще один есть звонок у нас. Доброе утро, как вас зовут? Доброе утро, меня зовут Людмила. Ага, Людмила. У вас-то есть знакомые космонавты? Да. Ага, ну да, передавайте привет вам. Итак, что они вам сказали? Я считаю, что это творог. Творог. А вот это? Это правильный ответ. Да, да, да. И мы верим, что у вас есть знакомые космонавты. И эти призывы разделите вместе с ними. Кому сковородку, турку, там уж сами. Мы вас поздравляем. Действительно, творог едят, кроме каши на завтрак. За нашими космонавтами иностранные ходят и говорят, да, пожалуйста, немножко. Витамины. Меняют на что-нибудь, да. Да, да. Итак, у нас конкурс «Если наступит завтрак». Сегодня у нас есть победитель. Это замечательно. Но вообще конкурс проходит не только в эфире нашей программы. Да, мы напоминаем, что конкурс еще проходит в социальных сетях. Сегодня вы успеете разместить фото или видео на тему «Мой завтрак» или «Мой рецепт завтрака». Поделиться лайфхаками и настроением на своей странице в социальных сетях Instagram, ВКонтакте с обязательным указанием хэштега «Если наступит завтрак». И получить шанс выиграть полезный приз для завтрака. Итоги подведем завтра. Мы продолжаем программу рассказом о самых интересных и ярких программах ТНВ. Вот ты как сказала мне про Федора, так с головы не идет прямо. Про Федора? Ага. Сейчас. Че про это думаешь, а? Глава, я тебе чего скажу. Вот Федор, он этот партизанский отряд и организовывал. Да, а Машка, она у них как связной. Я тебе точно говорю. Вот те грехи святой. Да откуда ты знаешь? Я точно знаю. По деревне ходят слухи о том, что Федор организовал в лесу партизанский отряд. Жители думают, что теперь они в опасности. Клавдия умоляет Марию покинуть поселение. Анюту она оставляет у себя. Катя, смотрите сегодня в 12.00. Зажигательная лесгинка, мелодичные напевы, а также различные ремесла. Вся мозаика культуры Дагестана в одной программе. Каравай сегодня в 13.00. Новый сезон, новая кухня, новые рецепты. И все тот же ведущий. Звучит интригующе и уже хочется все попробовать. Итак, мы начинаем с перемичей. Вместе с шеф-поваром Руслан Шрафудинов готовит перемичи с разными начинками. А еще салат с уткой. Ну, заметьте, специи, это вот темянчик-то вы добавляете все-таки современные. Да, ну какая же национальная кухня без каких-то корректировочек современных. Секреты татарской кухни сегодня в 14.00 на ТНВ. Ну, от интересных программ перейдем к анонсу погоды. Да, что там скажет нам небесная канцелярия. В общем, сегодня по прогнозам синоптиков днем малооблачно, без осадков. Температура воздуха не выше 11 градусов. Днем ночью не выше 8 градусов. Магнитное поле Земли будет неустойчивым и погода малооблачная. Так что, ну, хотя бы это нас порадует. Да, и, кстати, неустойчивое магнитное поле Земли может привести к недомоганию у метеозависимых людей. Поэтому позаботьтесь о своем здоровье. Сейчас реклама небольшая, затем продолжим. Как работает реальная экономика на ТНВ по понедельникам в 22.10. Доброе утро. Мы сегодня говорим про осеннюю хандру и как с ней бороться. Среди распространенных причин осенней хандры – снижение выработки гормона счастья и нехватка некоторых витаминов и микроэлементов. Если у ваших детей портится настроение и самочувствие без очевидных причин, попробуйте включить в рацион следующие продукты. Аминокислота триптофан, которая есть в орехах, темном шоколаде, жирных сортах рыбы, красном мясе, бобовых и молочных продуктах, помогает нормализовать сон и улучшить настроение. Эта аминокислота хорошо усваивается организмом в присутствии витаминов группы В и С. Вот почему эти продукты лучше запивать апельсиновым соком, любимым детьми и доступным источником витамина С. Ну, к тому же, свежий вкус апельсинового сока бодрит по утрам и напоминает о солнечных летних днях. И об отпуске, кстати, тоже. Отпуск! Что это такое? В отпуске такое время, в котором надо отдыхать, сделать чайки-процедуры и поспать до обеда, еще покупаться в море. А я люблю отпуск на Новый год. В дороге приходит, потому что приходит дед на рост и дает всем подалки. А мама с папой не работает, а плюшки кушают. Отпуск бывает только летом, потому что летом нету никаких занятий. Если едут в отпуск на море, то купаются в море. А если едут в какую-то другую страну, то купаются в аквапарке и в бассейне. Мамы любят в отпуске покупать наряды, а папы любят плавать в бассейне. А дети в отпуске любят играть, только играть надо осторожно, а то будет шишка, как у меня. Отдыхать – это поехать в отель в Турцию. Там есть надувные горки, парасуты и морская терепаха. В отпуск едут всей семьей, а приезжают из отпуска загорелые и с большим пузом. Просто много ели. Вот так. С большим пузом это мне понравилось. Но ты в отпуске, видимо, еще не был. Я был, просто мало. Просто мало. Ну что ж, и теперь новость для модниц. По прогнозам дизайнеров, весной следующего года в наш гардероб уверенно вернется одежда цвета кобальта. Насыщенный яркий синий оттенок станет безусловным лидером будущего сезона. Ну и еще будет преобладать ностальгия по 80-м. Так что в гардеробу вернется объемный и потертый деним. Это король всех тканей. Всегда мега популярен. Но сейчас, в отличие от советских лет, нам не придется долго варить свои обычные джинсы. Это уже сделали производители тканей и одежды. Это тренды весны. А вот что популярно и стильно этой осенью в мужской верхней одежде, узнаем прямо сейчас. Добрый день, меня зовут Ринат Максутов. Сегодня мы с вами будем утепляться. А в частности, речь сегодня пойдет о мужских куртках. И разберем с вами новую коллекцию «Осень-зима» 2018-2019 год. Кто-то считает, что классическая куртка – это скучно. И абсолютно зря. Сегодня я вас в этом буду убеждать. Рассмотрим первую куртку. Удлиненная модель с английским воротником. Цвет синий подойдет для тех, кто ежедневно носит классические костюмы. Она идеально сочетается с обычными брюками и повседневной обувью. Но не стыдно прийти в ней в театр, ресторан или на деловую встречу. Мужские стильные пуховики уже достаточно давно вошли в наш гардероб и заняли здесь достойное место. Модная куртка – один из основных элементов мужского гардероба, позволяющий создать стильный образ, подчеркнуть успешность и индивидуальный стиль. Модель номер два. Пуховая мужская куртка. Цвет синий, с небольшим отливом. Наполнитель состоит на 90% из гусиного пуха, на 10% из пера. Модель прямая, ниже бедра, пиджак она также закроет. Это бушлат на молнии и пуговицах. В нем вы тоже можете пойти на важные переговоры, работу, да и вообще куда угодно, ведь это классика. В гардеробе современного мужчины обязательно должна быть куртка универсального фасона. Для делового образа, похода на работу или другого официального случая самым подходящим вариантом станет удлиненная куртка. Стоит обратить внимание на то, что правильно подобранная куртка даст вам представление о том, что мужчина обладает хорошим вкусом и хорошим стилем. Ну и, наконец, самый смелый вариант, который я примерил, это черно-синяя пуховая куртка. Несмотря на то, что она отличается от первых двух моделей, потому что имеет отстегивающийся капюшон, съемный мех на воротнике, в ней также вы будете чувствовать себя уверенно и солидно. Куртку для дождливой осени стоит выбирать из непромокаемой легкой теплой ткани, а также стоит отдать предпочтение моделям с капюшоном. Это позволит вам выйти из дома без зонта. На данной модели представлен очень удобный и комфортный карман на магните. Важный совет. Нельзя покупать куртку без примерки. Обязательно померьте несколько вариантов, чтобы убедиться, что выбранная модель подходит вашей фигуре. Она не должна стеснять движений, в ней вам должно быть абсолютно комфортно. Мы продолжаем. Рустам Абязов и его оркестр «Ля Примавера» продолжают удивлять и радовать ценителей музыки новыми проектами. «Татар Старс» с европейских сцен. Так называется проект, который стартовал на прошлой неделе, но уже сегодня состоится новый концерт из этого цикла. Кого ждать на сцене БКЗ этим вечером, спросим у самого маэстро Рустама Абязова. Доброе утро. Доброе утро. Рустам Юносович, что это за новый проект такой? Что за новый формат, который вы придумали? Расскажите, пожалуйста. Мы просто решили приглашать в качестве солистов для выступления с нашим оркестром людей, которые имеют какое-то отношение к республике. Это Татарстан. Или это они когда-то жили здесь и потом уехали работать другими странами. Учились, может быть. Учились, да. А может быть, это просто их историческая родина. И вот в прошлом сезоне у нас уже был такой концерт. Да, вот мы знаем, вы Майю Ргалину. Да, это из Белоруссии. И Ольга Шрупкова была, да? А вот это как раз жительница, точнее, это дочь жительницы Казани. Она сейчас уже живет в Чехии очень давно. И вот дочь мы, конечно, первый раз видели, потому что с матерью я знаком, а дочка... То есть она продолжает ее как говорится? Она продолжает династию, да, замечательная скрипачка. А в этом году, ну, представляете, вот красавец-мужчина из Санкт-Петербурга, обладающий бархатным баритоном. Мало того, он еще прекрасно владеет этим голосом. Но что может быть лучше для успешного концерта? И вот именно такой солист будет у нас сегодня. Это Альберт Жалилов. Он, кстати, очень уже знаменитый, поскольку он участник очень многих телевизионных проектов. «Россия-1» — это как главная сцена, живой звук, танцы со звездами. И вот мы с ним договорились о том, что он приедет. И вчера уже состоялась первая репетиция. Да, еще должен сказать, что год назад примерно на исторической его родине ему присвоено почетное звание заслуженного артиста Республики Татарстан. Как вам удается уговорить таких людей видных, у которых плотный график? Как происходит процесс переговоров? Ну, во-первых, мы начинаем договариваться заранее, когда у них еще в графике можно найти какие-то провехи. Потом я заметил, что многие с удовольствием соглашаются приехать в Казань и выступить с оркестром для «Примавэра». Мне это очень приятно, и поэтому особых сложностей в переговорах мы никогда не увидим. Ну и плюс распроект у нас предполагает какое-то отношение к своим корням, ко времени, которое было проведено в Казань. Да, я думаю, что это двойное удовольствие для них тоже. Дополнительный бонус, да. Что можно будет услышать сегодня? Сегодня Альберт выступит в трех ипоставиях. Вот там в афише написано, что рассказчик Рустам Абяцов, где я действительно читаю. Кстати, да, вот мы об этом хотели поговорить. Да, действительно, я часто веду свои концерты, но в данном случае я начну концерт, представлю солиста и передам в раздеправление Альберту, потому что он будет, по временам того, что петь, он будет читать стихи, он будет читать письма. А чьи стихи? Самых разных поэтов, начиная от Пушкина, заканчивая Бродским. И там будут не только стихи, он будет читать, например, письмо к супруге Моцарта или письмо к Жозефине Наполеона. То есть все вокруг. То есть есть какая-то связь тематическая? Естественно, программа называется «К ней». Это любовь. Естественно, это любовь. Любовь во всех проявлениях. И будет звучать очень много музыки, начиная от Моцарта и заканчивая неаполитанскими песнями. Конечно, все о любви. Ну и естественно, поскольку уж прерывать этот процесс никак нельзя, мной, например, он будет и вести этот концерт. Мы не можем не спросить про избитый вопрос, про творческие планы. Потому что наверняка уже вы их сейчас строите. Я могу сказать творческие планы в основном на этот сезон. Потому что у нас мы вступили в пору больших юбилеев. В 30-й сезон мы начали, открыли в сентябре. У нас предстоит 30-летие оркестра и мой личный юбилей. Поэтому мы сейчас заняты полностью притворением тех планов. Они просто грандиозные. Вот у нас буклет в этом году значительно более потолстевший, чем обычно. И он даже не вместил всего того, что мы собираемся сделать. Но естественно, мы начинаем задумываться и о следующем сезоне. Но пока рано еще об этом говорить. Только-только начинаются переговоры. Имена какие-то можете назвать, переговоры с кем уже близки к... Ну вот, например, мы договорились, что на юбилейный концерт оркестра в ноябре среди прочих гостей приедет и знаменитая цыганская триулойка, с которой мы уже имели счастье выступать. Так, это все на нынешний сезон 18-19. Вот этот буклет, да, это вот все связано. Тут и концерты в Казани, и гастрольные поездки. А, гастрольные поездки. А где вы будете? То есть с этим проектом вы тоже куда-то поедете? Нет, с этим нет. Это проект чисто казанский. Странно было бы, если бы с таким проектом вдруг в Сарове, да, выставили? Как, вот мы совсем не дам, буквально три дня назад вернулись из Сарова. Значит, «Татар Старс» будет продолжаться? Я надеюсь, что да. Так, ну мы тоже... На это надеемся, да? Да, конечно, мы на это надеемся. Надеемся, что мы еще услышим огромное количество интересных артистов. Аида Гарифулина, Розельгатин. Да, есть у вас такие планы? Насколько вероятно? Да, почему нет? Отлично, отлично. Мы его тогда будем обязательно ждать. Но сегодня у нас еще есть пара билетов, да? Да. Да, вы пришли к нам не просто так, а с подарком. 10 октября, все сегодня. «Татар Старс» с европейских сцен. Ну и мы готовы отдать эти билетики тем, кто у нас окажется самыми подкованными, самыми... Вашими поклонниками? Да, поклонниками. Так, билеты здесь, они ждут победителей. Победителя мы хотим узнать следующий ответ на вопрос. Как переводится «Ля Примавера»? Потому что «Ля Примавера» на слуху. Все знают, все слышат, все слышат это название. А как это переводится? Если вы знаете, 570, 50, 75. Дозвонитесь, пожалуйста, ответьте на вопрос и забирайте у нас билеты. Ну вот еще какие интересные события сегодня будут помимо концерта «Ля Примавера». Кстати, спасибо вам большое, что нашли время и уделили в этот ответственный для вас день. Спасибо вам. Да, ну мы нашим телезрителям расскажем, какие еще события вас ждут сегодня в Казани. Всех желающих, без ограничений по возрасту и уровню подготовки, Дом дружбы народов Татарстана приглашает на мастер-классы по немецким и европейским танцам. В программе «Шляйфер», «Лендлер», «Швельм», «Штайрер» эти задорные и озорные парные танцы не оставят вас равнодушными и помогут больше узнать о культуре других народов. Начало в 7 часов вечера, вход свободный. Накануне свадьбы молодые поссорились. Что же делать? Ведь к празднику уже все готово, и родственники спешат из деревни, чтобы познакомиться с женихом и поздравить молодых. Но на то и существует дружба, чтобы помогать друг другу даже в безвыходных ситуациях. Подруга невесты соглашается одолжить в то и на время собственного жениха. Чем все закончится, узнают те, кто отправится сегодня вечером посмотреть музыкальную комедию «Женихи» в постановке Рашида Загидулина. «Бит-Уикенд» – международный фестиваль документальных фильмов о музыке и современной культуре пройдет в Казани с 10 по 14 октября. Он ежегодно проходит в октябре в 15 крупных городах России от Санкт-Петербурга до Владивостока. В программе 5 наиболее важных и востребованных фильмов о культурных феноменах и новых музыкальных героях. Кто сегодня вечер проведет культурно на красивом концерте? Сейчас узнаем. Доброе утро, как вас зовут? Доброе утро, меня зовут Сырья. Сырья. Итак, «Ля Примавера» как переводится? Из-за итальянского языка переводится «Весна». Браво! Абсолютно правильно. Браво, 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 мы вас поздравляем. Спасибо. Желаем хорошего вечера на сегодня. Да, то, что это весна, сегодня распустится, скажем так, придет к вам в душу. Алло, привет. Да, да, да. Несмотря на 10 октября. Два билета, подумайте, с кем вы можете отправиться. Ну, а прямо сейчас мы будем завершать гороскоп, что звезды нам обещают. Итак, мы остановились на весах. Весах. Весы. Гороскоп сегодня вам легкого дня не обещает, но и сложности в нем окажется минимум. Важно, чтобы вы все пережили с оптимизмом, без нервотрепки и истерик. Мелкие покупки окажутся удачными, а вот прибавление к зарплате не ждите. Скорпион, сегодня у вас отличная атмосфера для обучения, получения информации и обретения друзей. Меркурий и Луна в вашем знаке зодиак откроют вам глаза на многие важные вопросы, а также подбросят неплохие идеи. Воспользуйтесь ими. Стрелец. На работе у вас все будет хорошо, но дома ждет немного дополнительных обязанностей. Восемь часов на кухне. Да, да, да. Зато вы легко убедите кого-нибудь, кого-то в разумности своих замыслов. Благодаря этому воцарится спокойствие. Козирог сегодня поверит в чудо, когда ему улыбнется удача во всех начинаниях. Приятно сложится встреча с человеком, которому вы искренне симпатизируете. Гороскоп обещает Водолею удивительный день, когда можно не только уладить свои коммерческие дела, но и найти общий язык с конкурентами. Причем и с некоторыми из них даже подружиться. Рыбы, вы будете общительны и веселы. Ловите шансы, участвуйте более активно в деловых встречах и совещаниях. Гороскоп уверяет, что вы заслужите какое-то вознаграждение, потому что ваши идеи окажутся просто отличными. Это все, что мы успели вам рассказать сегодня. Вот что вас ждет завтра. Забери меня, мама. В родителях нуждаются сразу четверо братьев и сестер. В стиле простые рецепты домашнего ухода за ногами. Приятного аппетита. Мы покажем, что приготовить мексиканскую закуску – это просто. Итак, встретимся завтра в 8.10. Светлана Звонарева. Влад Портнов. Забыли о депрессии, чего и вам желаем. Увидимся завтра на этом же месте в 8.10 на ТНВ. Хорошего продолжения дня, отличного настроения. Удачи. Пока-пока. Чёрное озеро. По будням в 21.00.